Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александр Костенюк, и в этом видео еще раз подведем итоги Кубка Мира по шахматам FIDE 2021, вспомним самые яркие моменты трансляции Chess.com.ru и немного посмотрим на статистику этого соревнования. Итак, 10 июля 2021 года в Сочи на Красной Поляне стартовали мужской и женский Кубки Мира по шахматам 2021. Эти Кубки Мира привлекли огромное внимание всей шахматной общественности, ведь впервые после пандемии столько людей собралось в одном турнирном зале, чтобы сыграть турнир. Этот турнир был очень важен в спортивном плане, так как кроме призовых фондов, кроме Кубков Мира, разыгрывались очень важные путевки на турнир претендентов и турнир претенденток. На старт мужского турнира вышло 206 игроков, на старт женского 103 шахматистки. Итак, небольшая статистика, которая, возможно, вам будет интересна. Средний рейтинг мужского турнира составил 2562 пункта ЛО. Средний рейтинг участниц женского кубка составил 2336 пунктов. В мужском турнире 162 шахматиста являлись обладателями наивысшего шахматного звания международный гроссмейстер. У женщин также были обладательницы наивысшего звания в шахматах международный гроссмейстер, и таких было 19 шахматисток. Всего за время борьбы, за практически месяц борьбы, в мужском турнире было сыграно 592 партии. Женщины сыграли чуть меньше, да и играли они на несколько дней поменьше, чем мужчины, и всего сыграли 289 партий. Интересная статистика первого хода. У мужчин, лидером которым открылись 256 партий, был ход Е2-Е4. 57% успеха там у белых в этих партиях. На втором месте ход Д2-Д4, 221 партия была открыта этим ходом. Затем идет ход Конь-Ф3, 61 партия. Ход С4, ход Б3, и несколько партий, видимо, завершились сразу, так как были случаи положительных тестов ковида, и некоторые зарегистрированные и получившие возможность играть в Кубки Мира шахматисты не смогли справиться с трудностями логистического плана. У женщин лидером также является ход Е4. 130 партий были открыты этим ходом, но вот только 50% очков набрали белые, сыграв Е2-Е4. Ход Д4 чуть-чуть уступает лидеру статистике 115 партий, но зато 60% набрали белые, открыв партии ходом Д4. Затем идет ход Конь-Ф3, 29 партий, ход С4, 12 партий, Б3 также отметился на Женском Кубке Мира, и две партии завершились без борьбы. Вот такая вот интересная статистика, а теперь вспомним имена победителей турнира. В мужском турнире победу одержал юный шахматист из Польши, международный гроссмейстер Янг Шиштоф Дуда, который в полуфинале обыграл самого Магнуса Карлсона. А в финале он взял верх над Сергеем Корякиным, который получил серебро на этом турнире, и заветную путевку. Именно эти два шахматиста по итогам Кубка Мира отобрались в следующий турнир претендентов, где он и когда состоится, об этом мы узнаем чуть позже. Но на третьем месте действующий чемпион мира Магнус Карлсон, который в матче за третье место обыграл россиянина Владимира Федосеева. Посмотрим на итоги женского турнира. В женском турнире победу праздновала автор этого видео. Удалось мне сыграть очередной турнир жизни. Итоги этого турнира, наверное, я подведу на своем канале чуть-чуть позже, именно моего личного выступления. Но, безусловно, этот турнир и этот результат я буду вспоминать очень долго. В финале мне удалось обыграть подругу по сборной, россиянку Александру Горячкину. Бронзу выиграла китайская шахматистка Тан Жангуй. Она обыграла в матче за третье место Анну Музычук, представляющую Украину. Таковы спортивные итоги. В этом видео я также хотела показать по три ярких момента призеров и победителей Кубка Мира. Переходим на шахматную доску. Начнем с Тан Жангуй, шахматистки, которая выиграла бронзу на этом Кубке Мира. Напомню любителям шахмат, что эта шахматистка очень опытный боец. В 2017 году она одержала победу в подобном турнире, который тогда носил название Чемпионата Мира. В финале обыграв Анну Музычук. И затем она играла матч на первенство мира с Дзюй Винзунь. Матч она этот проиграла. И именно тогда Дзюй Винзунь стала Чемпионкой Мира, коей является и сегодня. Но речь о Тан Жангуй и о ее выступлении на Кубке Мира. Я выбрала партию ее матча с Мари Сибак, где Тан Жангуй играла белыми. Как мне кажется, очень характеризует эта партия, эту шахматистку. Итак, несмотря на то, что Тан Жангуй обычно начинает партию ходом ферзевой пешки, либо играет дебют рейти, то есть предпочитает закрытое начало, в этот раз, посмотрев, что Мари Сибак играет обычно вариант Найдерфа, то есть у нее очень узкий дебютный репертуар, она сыграла очень острый вариант Найдерфа, вариант с шестым слон G5. Не знаю, кто кого и где и на какой стадии удивил в этой партии, но так или иначе черные получили хорошую позицию, то есть сюрприз не удался, белым не удалось получить большого дебютного перевеса, и завязалась очень острая борьба. Отмечу несколько неожиданное положение чернопольного слона, который фенкетировался, в варианте Найдерфа редко такое явление наблюдается. Тем не менее, белые рокировались в длинную сторону, как это часто в сицилианских позициях бывает, и возникла очень напряженная позиция, король черных еще в центре, но, повторюсь, у черных здесь все в порядке. Конь H7, такой несколько удивительный ход, нападают черные на слона G5, создают угрозу конь G5, слон H6, белые предлагают размен этого фенкетированного слона, так как если он уйдет с доски, то слабость черных полей может сказаться. Черные играют слон Е5, и здесь следует ход ферзь Д2, в принципе, такой достаточно шаблонное место для ферзя, но не в данном случае. В данном случае белым стоило порекомендовать поле F2. Почему? Потому что после ферзи F2 не перекрывалась линия D, и она была важна для ладьи. Оставить ладью на линии D, а также, что очень-очень важно, белые хотят сыграть слон Е3, напасть на коня B6, который защищает очень важное ключевое поле D5. Но ход ферзь F2, повторюсь, очень не шаблонный, белым не удалось эту идею поднять, они сыграли более стандартно, ферзь D2. Тогда последовал ход слон G4, на линию Е белые решили свою ладью не уводить, пошли слон Е2, но слон Е2 позволяет черным побить на C3, и здесь ферзь БЦ3 ходить нельзя, так как теряется слон на Е2, приходится ходить БЦ. И вот мне кажется, в этом решении слон Е2, вся китайская шахматистка, она не боится шаблонов, не боится таких статических слабостей, часто идет на, так скажем, антипозиционные решения, принимает антипозиционные решения, как вот слон Е2 здесь, разбивает структуру, но в шахматах после этого часто начинается конкретная игра. И эта китайская шахматистка делает ставку именно на конкретику. 3-0, слон Ф4. Критическая позиция этой партии. Здесь черным следовало вспомнить о коне, которого они увели на H7, и найти вот такой вот красивый перевод конь Ф8, конь Е6, поближе к центру, выбивая слона с поля Ф4, так как план белых заключается в сдвоении по линии Д и создании давления на слабость на Д6. Черные же вместо сильного хода конь Ф8 здесь совершили грубую ошибку. Они пошли конь А4, напали на пешку С3, слабую, но зевнули сильный ответ белых ладья Д4. Белые не обращают внимания на висящую пешку на С3, создают сильную и неприятную угрозу ладья С4. К тому же висит конь. На отступление коня на Б6 последует ладья АЖД1. Белые успели за эти три хода сдвоиться и напасть на пешку Д6. Ну а после хода конь С3, на который так рассчитывали черные, выясняется, что белые чуть-чуть подальше. Рассчитали вариант. Делают они ход ФД3, отступают ферзем из-под боя. Ладья С4 все так же витает в воздухе, очень неприятно. И выясняется, что слишком много угроз. Ладья С4, висит пешка на Д6 и позиция буквально в два хода. Очень сложная и интересная позиция была. А после хода конь А4 она стала практически безнадежна. И французская шахматистка буквально через несколько ходов признала свое поражение. А так как это была вторая партия в матче, Танжангуй победила и прошла дальше. Только в полуфинале удалось мне обыграть эту шахматистку. Но в матче за третье место, как я уже сказала, Танжангуй победила Анну Музычук, завоевала бронзу, но самое главное завоевала путевку на турнир претендента к 2022 году. И так же, как и в 2019 году, она примет участие в этом турнире. Переходим к одной из победных партий Александры Горячкиной, серебряного призера этого соревнования. Эта партия по окончании турнира была награждена специальным призом от одного из спонсоров турнира, Газпрома. Александра Горячкина обыграла в этой встрече Антуанетту Стефанову. Скажу, что в первой партии их матча Александра достаточно обидно уступила черными фигурами, переиграв свою соперницу, но допустив несколько тактических оплошностей. Поэтому в этой партии ей необходимо было побеждать. Была разыграна славянская защита. Вариант с А6, Е3, Е6, Б3. На дебютной стадии не будем останавливаться очень подробно, потому что это несколько потребует больше времени. Итак, вот такая вот интересная позиция славянского типа. Черный слон на С8 пока замурован за своими пешками. И здесь борьба часто идет вокруг продвижения Е4 и Е5. Стараются черные подготовить ход Е5, белый ход Е4 и выгадать правильный момент, когда этот ход можно сделать. А6, А3. Еще несколько подготавливающих ходов. Б6. Не решаются пока черные на прорыв в центре, хотя ход Е5 уже был возможен. Но тем не менее делается ход Б6. Белый тоже не торопится с продвижением Е4. Подводит ладью в центр. Ферзь С7. Ну и здесь наконец-то следует разгрузка. В центре Е4. Черные бьют на С4, играют Е5. ДЕ. Конь Е5, конь Е5, слон Е5, конь Е2. Возникла очень интересная позиция. Идея белых, план белых, заключается в подготовке и продвижении пешек Ф и Е, которые этим продвижением оттолкнут черные фигуры. Слон Д6 играют черные. Были какие-то интересные попытки, типа конь Х5 или даже Ж5, чтобы остановить продвижение Ф4, но не так просто на них решиться. Ход слон Д6 гораздо более объяснимый с человеческой точки зрения. Слон Е3, конь Д7, Ф4. Пока все развивается достаточно логично. Е5. Ну и здесь следует решение черных, которое привело к поражению. По каким-то причинам черные решили не меняться на Д3. А ход конь Д3 следовало. Следовало рассмотреть. Ладья Д3 здесь пока невозможно ввиду слона Ф5, поэтому приходится бить ферзем. Но тогда черные играют слон Е6. И на Ф5, если белые играют Ф5, возможно, им стоит подумать о других продолжениях, черные успевают разменять ладьи по линии Д, отойти слоном. И несмотря на то, что пешки вроде бы так далеко задвинулись, тем не менее фигур много разменено, и как пешку Е5 защищать непонятно. Скорее всего, белым придется жертвовать пешки путем Е6, Ф6, но это должно привести к ничьей. В партии же черные пошли Б5 неаккуратно, и здесь уже их контригра на ферзьевом фланге, возможно, они переоценили контригру свою на ферзьевом фланге, она запаздывает. Конь Ж3, белый конь стремится на Аш5, и защищает поле Ф5. И сейчас уже после конь Д3 следует ладья Д3. Хода слона Ф5 нету, БЦ, ладья Е3. Замечательно. Обычно ладьи сдваивают по открытой линии, но здесь вот ладьи сдвоили по линии Е, чтобы поддерживать пешку Е5. Готовятся белые к штурму пешечному. Ферзь Б6, король Аш2, ушли из-под связки, С5, конь Аш5. Все фигуры белых пришли туда, куда они стремились. Король Аш8, ладья Аш3, и выясняется, что король беззащитен. Все фигуры очень-очень далеко черных. Ну, а ходу ладья Ж8 говорят уже о безнадежности позиции. Ф5, ладья Б8. Здесь много сильных продолжений у белых, но они выбирают самое прямое. Ферзь С1 наваливается на пешку Аш6. Белый ферзь начинает смотреть, и следует тактический удар. Конь Ф6. Такой вот небольшой спецэффект. Маленькая комбинация, но в таких подавляющих позициях уже достаточно просто находить такие комбинации. Еще несколько ходов было сделано. Черные попытались пожертвовать ферзя, создать контр-игру на пункт G2, но все-таки ферзь очень сильная фигура, а пункт G2 легко защитить. И вскоре черные сдались. У белых проходит еще один ферзь. Вот такая вот партия. Могла бы быть она совсем без спецэффектов, но все-таки в конце белые что-то пожертвовали. У Александры достаточно много таких партий, где она усиливает позицию до максимума. Кажется, ее соперник или соперница не допускает особенно ошибок, но по каким-то неведомым причинам позиция соперницы Александры разваливается. И так случается достаточно часто. Эта партия не стала исключением. Победила Александра в ней, сравняла счет 1-1, затем выиграла на тайбрейке и дошла до финала. Еще одну в коллекцию свою добавила награду серебро Кубка мира. Ну а сейчас мы переходим к одной из моих памятных партий этого кубка. Вторая партия. Одной восьмого финала против Марии Музычук. Отмечу, что Мария Музычук в 2015 году именно в этом же месте, в этом же зале на Красной Поляне стала чемпионкой мира. Итак, вторая партия. В первой партии мне удалось, хотя и не без приключений, свести в ничью, играя белыми. Встречу первую. И здесь итальянская партия. Я играю черными. Классическая закрытая итальянка. Д3. 0-0-0-0. Д5. Интересное конкретное продолжение. Черные пользуются некоторыми тактическими нюансами и проводят Д5 сразу. Опять же, не будем вдаваться в теоретические детали. Здесь белые сделали ход слон Б3. Достаточно редко встречающийся ход. Жертвуют пешку. И, наверное, по-хорошему эту пешку следует брать. Но я решила свернуть. С теоретических дискуссий и магистралей главных сыграла король H8. Этот ход странно выглядит, но достаточно часто делается черными в этом варианте. Идея проста. Уйти из-под неприятной связки и подготовить ход F6, который позволит защитить несколько провисающую пешку на Е5. Конь Е4 последовала. Слон Д6. И здесь белые делают очень ответственный ход. Ж4 играют. Можно было играть поспокойнее. Слон Ж6. Возможно, здесь стоило подумать о ходе Д4. Но Мария была настроена, как я уже сказала, очень решительно. Конь Ж3. Идея у белых, как я догадалась, сыграть H4, затем H5. Подумав немного, я решила, что эта атака не так страшна, как может показаться. Пошла пока конь Д7. Где-то создавая идею конь С5. Ушли от этого нападения белые. Слон С2. А5. Жду я продолжения атаки белых. H4. Вызываю огонь на себя. H6. H5. Слон H7. И Ж5. Сказав А, в принципе, логично говорить и Б. Но здесь выясняется, что вот этот штурм пешечный, он не столько открывает моего короля, сколько открывает линию Ж. А на линии Ж в данный момент расположен король белых. Ф5. Отвечаю контрударом в центре. Жертвую пешку А6. Но здесь уже дело не в материале, а в, как я уже сказала, открытой, открывающейся линии Ж. Ладья Ж8. Создаю угрозу Ф4. И на слон Б3, вновь не обращая внимания на какие-то мелкие материальные жертвы, продолжаю настаивать на идее с Ф4. Ну, сразу же ход Ф4, конечно, заслуживал внимания, но он был не столь ясен, потому что у белых была возможность создать контрыгру. Ф6. Поэтому слон Ж8. Ладья Ж8. И на слон Ж5 еще одна жертва. Попытаются белые перекрыть линию Ж, но жертвует двух ладей. За три фигуры я сметаю последние препятствия, и все-таки ход Ф4 уже готова сделать. Очень интересная позиция создается. У меня четыре легкие фигуры, у белых две лади, но стоит отметить, что нету открытых линий для ладей, чтобы внедриться и создать угрозы моему королю. А мои фигуры достаточно легко перемещаются под доске, подходят все ближе к белому королю, и белым становится очень непросто защищаться. Е4 скрываю слона и диагональ H2, D6. Идея в том, чтобы на DE сыграть F4, затем F3, и затем конь H2 с шахом или выигрышем ферзя. Поэтому после Е4 моя соперница попыталась закрыть позицию, но вновь закрыв позицию я стабилизировала ситуацию в центре, и сейчас продолжаю подводить фигуры. Конь D8 по маршруту конь D8 E6 F4 движется мой конь, C4 конь E6 C5 слон F8 слона белые моего чуть-чуть оттеснили, но зато коня остановить не могут. Красиво очень стоят кони на G4 и F4 и армия белых фигур совершенно бессильна. Слон G8 еще один красивый перевод, практически завершающий партию. Создаю угрозу C4, а также очень сильную идею D5. Конь E4 белые играют, это уже отчаяние, C4 шаг, KG1, FE, и белые признали свое поражение, вторая партия матча, счет стал полтора на пол, и таким образом я прошла дальше в одну четвертую финала, где мне предстоял огненный матч с Валентиной Гуниной, но это уже другая история. Что же, мы обсудили с вами некоторую статистику Кубка Мира 2021, а также разобрали творческие достижения победительницы и призеров женского Кубка Мира. О мужчинах мы поговорим во второй части этого видеообзора. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго, надеюсь, это видео вам понравилось, и вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал Ческом.ру. Не болейте, играйте в шахматы. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам, обладательница Кубка Мира 2021 Александра Костенюк. Увидимся!